Всех приветствую! С вами Анатолий Мирный, вы смотрите канал Независимая Геотехника и здесь мы с вами вместе обсуждаем наиболее интересные вопросы механики грунтов и геотехнического строительства. Подписчица поинтересовалась, как интерпретировать результаты расчетов с помощью инструмента пластические точки. Это действительно довольно актуальная задача даже для тех, кто не занимается математическим моделированием сам, потому что получив какой-то результат расчета, пусть даже вы не сами его делали, а смотрите отчет, вы должны понять, что же получилось, оценить правильность данного расчета. И это можно делать не только по изополям напряжения и деформации, но и с помощью других встроенных в расчетный комплекс инструментов. Так, например, популярный комплекс Плаксис использует инструмент пластические точки, то есть подсвечивает на модели те узлы, в которых наблюдаются те или иные напряженные состояния, отличные от упругости. Вот давайте с этим и разберемся. Я попробую пояснить это на доступных примерах, но сначала давайте вспомним, а что же вообще такое пластическое состояние. В идеально упругом теле может существовать какое угодно напряженное состояние, то есть любые соотношения нормальных и касательных напряжений вполне допустимы. У упругого тела нет никаких пределов, оно может деформироваться сколько угодно и оставаться при этом сплошным, то есть не разрушаться. Но как только у нас с вами возникает тело с пределами разрушения, то есть любое физическое реальное тело, мы должны вводить какие-то условия, которые будут ограничивать то или иное напряженное состояние. Ну, например, мы с вами вводим условия прочности морокулона для грунта, то есть ту линию, которая отсекает возможные напряженные состояния от невозможных, где материал уже разрушается. К категории этих же условий относятся и потенциал пластичности, и шатер в шатровых моделях, а во всем об этом я уже рассказывал, но сегодня давайте попробуем разобраться по порядку. Возьмем для примера самую простейшую модель, модель морокулона, с помощью которой смоделируем основание под жестким штампом. Начинаем нагружать этот штамп и обнаруживаем рост касательных напряжений в основании. Все это мы с вами видели в учебниках механики грунтов. Если же мы теперь воспользуемся инструментом пластические точки, то увидим поле красных точек под штампом. Что это такое? Это те узлы, в которых перестало выполняться условие прочности кулона моро, то есть достигнуто предельное касательное напряжение. Дальше касательное напряжение расти не может. Фактически, в этих узлах грунт перешел из упругого состояния в состояние пластического течения. По умолчанию в модели морокулона плаксис отсекает работу грунта на растяжение, так как далеко не все грунты на растяжение действительно работают, а модель при этом может приводить к завышению прочности. Если же мы эту галочку уберем, то модель будет работать так, как работает теоретическое условие прочности моро-кулона, то есть в области растяжения предел прочности это та величина давления связности, которую мы знаем С-котангенс Фи. Если же мы эту галочку установим, то все растягивающие напряжения грунт перестанет воспринимать, и тогда в нашей модели появятся точки, в которых сработала вот эта вот отсечка по растяжению. Они обозначаются белым цветом. Ну, к сожалению, в примере со штампом их видно плохо, зато хорошо видно, например, при расчете устойчивости откоса. Само тело откоса находится в пластическом состоянии, красные точки отмечают наметившуюся поверхность скольжения, а в верхней части откоса есть точки растяжения, где произошла отсечка по прочности грунта на растяжение. Теперь давайте поменяем модель и посмотрим, что изменится. Возьмем модель Soft Soil, в которой помимо условия прочности моро-кулона есть еще поверхность пластичности эллипсовидная, о которой я уже ранее рассказывал, ограничивающее упругое и пластическое объемное сжатие. Приложив нагрузку к штампу, мы увидим, что в инструменте пластические точки появились так называемые cap points, то есть по точке, где напряженное состояние перешло за границу вот этого шатра. Это означает, что в данных областях напряженное состояние превысило бытовое или переуплотненное, если вы задавали переуплотнение и начались пластические деформации объема. Почему эти области в моем конкретном примере имеют такой вид? Вся область ниже испытывала в природе более высокое бытовое давление, чем то, которое есть сейчас. Я в этой модели задавал небольшое переуплотнение. А вот эти вот слои, это та область, где нагрузка на штамп вызвала дополнительное увеличение среднего напряжения, то есть дополнительное объемное сжатие. Именно поэтому вот эти вот два клина пластических точек и расположены таким образом. Можно сравнить их с эпюрой горизонтальных напряжений, станет видно, что горизонтальные напряжения в этих областях как раз под влиянием штампа немножко изменились, то есть грунт из-под штампа выходит в стороны и таким образом доуплотняет вот эти два крыла по сторонам штампа. Ну и наконец, если мы используем более сложную модель с большим количеством разных поверхностей, например, модель Hardening Soil, то мы получим целое семейство точек, в которых будут так или иначе пересекаться различные условия. В Hardening Soil добавляется еще одна поверхность текучести по сдвигу, то есть та, после которой начнется рост пластических деформаций. Она отделяет область упругого деформирования от пластического, но еще не достигает предела прочности. Соответственно, эти точки будут называться Hardening Points, то есть те точки, в которых началось упрочнение, началось поднятие поверхности пластического потенциала и увеличение упругого ядра. Если же одновременно наблюдается переход и за шатер, и за поверхность пластического потенциала, это будут точки Cap Plus Hardening, то есть и того, и другого, и шатер, и упрочнение. В результате, если мы с вами на диаграмме цветом пометим эти области, то получится вот такая вот картинка, которая, на мой взгляд, достаточно наглядно показывает, что же каждая из пластических точек обозначает. Распределение пластических точек в основании после расчета – это не всегда наглядный, но очень удобный инструмент для анализа результатов данного расчета, потому что вы можете оценить, насколько сработало то или иное условие упрочнения в вашей модели, как повлияло переуплотнение на результат расчета, где превышено условие прочности кулона Моро, то есть грунт потерял прочность и так далее. Например, вот для моего доклада на конференции Plaxis, прошедшей в прошлом месяце, я готовил несколько расчетов. Вот пример расчета сваи с включенными пластическими точками. На поверхности сваи и вокруг ее острия мы видим превышение предела прочности, а вокруг по телу массива распределены пластические точки, в те, в которых так или иначе сработала какая-то часть из условий модели Hardening Soil. Надеюсь, что данное видео будет полезно и потребителям расчетов, и тем, кто их выполняет. А на этом у меня на сегодня все. Не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, вопросы, если они у вас появляются. Нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео на моем канале. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok